Тарифы на газ для населения повышать не будут. Так решили на заседании Кабмина. Хотя ранее украинский монополист НАК «Нафтогаз» заявлял о желании повысить стоимость топлива. Подробнее в нашем материале. «Нафтогаз» хочет больше денег. На рассмотрение Кабмина компания внесла свой финплан на этот год, где черным по белому прописала повышение цены на газ для населения. По расчетам НАК с октября, тысяча кубометров газа должна подорожать почти на 19% или на 931 гривну. Повышение тарифов – золотая жила газового монополиста. «Нафтогаз» после прошлогоднего четырехкратного подорожания газа перестал быть убыточным. Более того, чистая прибыль компании составила 26 миллиардов гривен. При этом руководители и члены НАПСовета НАКа себя не обижали. За прошлый год оклады топ-менеджеров выросли в 13 раз. К примеру, глава «Нафтогаза» Андрей Коболев получает более 2 миллионов гривен в месяц. В год – это почти миллион долларов. Для сравнения, Барак Обама на посту президента США за 12 месяцев зарабатывал в 2,5 раза меньше – всего 400 тысяч зеленых. В то же время, обещанная три года назад реформа компании и демонополизация газового рынка пока остаются только на бумаге. И это, как утверждают эксперты, на руку руководителям НАКа – Коболеву и Ветренко. Нынешняя цена на газ была установлена ровно на год – с апреля 2017 по апрель следующего года. Поэтому в Кабмине отказались пересматривать тарифы и посоветовали «Нафтогазу» умерить аппетиты. «Есть пропозиция, когда мы подтверждаем этот план, НАК «Нафтогаз» вместе с Минэкономрозвитком, Минэнерговугилем и Минфином скориговать показники доходной частины финансового плану на 2017 рік, соответственно, к действующим ценам на 1 квитня 2017 года».